Я заранее прошу прощения, если я не могу ходить со стороны в сторону, у меня такая привычка есть. Правильно. Правильно, я сама, вон я с вами предпочитаю свою деятельность, так как я. Нет, я просто занимаюсь жанром стендап-камеди, и у меня привычка выработать по маленькой стендап-камедии. За, вперед и в чем-то так. Я еще раз от имени компании хочу всех приветствовать. И хочу сказать спасибо, что в самом начале дали возможность и время каждому поделиться своими какими-то идеями, мыслями, вопросами. С чем, с какой зеленью сюда пришел, потому что это очень важно. Лично для меня очень важен момент обратной связи с пользователями, с авторами непосредственно. И я хочу очень кратко рассказать о компании на примере своего опыта и своей жизни, и как попал в компанию я. Так получилось, что я вращался в двух основных кругах. Это круг кинетографический, я учился на режиссеру кино и телевидения в свое время, где тема краудфайдинга была развита достаточно сильно. Там я впервые, наверное, услышал про краудфайдинг. Это было года два или три назад, когда Бумстартер еще так появился у нас в России. Естественно, говорили в основном про Кикстартер. И у режиссеров это считалось таким, такой вполне интересной темой. Мы часто собирались с друзьями и обсуждали тему вот краудфайдинговых проектах, возможно ли собрать средства и так далее. Но у меня была вторая сторона некая. Я общался в кругах музыкантов, причем музыкантов таких достаточно жестких, которые играют там рэп-кор, металл. И там эта тема была наоборот развита в другом направлении. Все считали это попрошайничеством, что очень зазорно и очень постыдно прийти на какую-то площадку. И ребята говорили такие фразы, что я никогда не опущусь до этого, чтобы просить у людей деньги на реализацию каких-то проектов. И у меня всегда две стороны во мне боролись. И я решил, в общем-то, не, так сказать, не испугаться, прийти в компанию BoomStarter, потому что до определенного времени я считал, что компания BoomStarter – это очень глобальная интернет-корпорация, и попасть туда практически невозможно. Как попасть в Mail.ru или ВКонтакте, строиться на работу, это огромный отбор, огромные собеседния и так далее. Но вот в какой-то степени мне повезло, что-то увидели во мне руководители компании, причем Дарья была человеком, который отбирал меня на работу, и вот что-то они разглядели, и меня взяли в компанию BoomStarter, и мое отношение к краудфайдингу постепенно начало меняться. И сейчас я понимаю, что есть масса-масса проектов, для которых краудфайдинг – это сейчас практически единственный способ к их осуществлению, к их реализации, к существованию. Банально такая тема, я сам столкнулся, моим кувиром является Владислав Листьев. Люди старшего поколения наверняка помнят этого телеведущего, и я очень давно хотел сделать фильм про Владислава Листьева, художественный фильм. С этим проектом я кому-то только не обращался. И стучались мы на Первый канал, где Влад Листьев является практически иконой, человек, который создал Первый канал. И, в общем-то, проект, как оказалось, мало кому интересен. Но общаясь в кругах киношников, в принципе, ребята мне сказали, что «Ой, да, художественный фильм, это было бы очень круто, такое известное лицо, а до сих пор не снят художественного фильма» и так далее. То есть сейчас я уже начинаю задумываться о том, чтобы подобный проект, например, запустить на нашей же площадке. Для меня лично, что очень важно, я не знаю, как это реализовано на планете, честно не знаю, мы изучаем, но мы не относимся друг к конкуренту, скажем так, я сам считаю планету нашим неким таким братом по краудфайдингу, тем более, что тема краудфайдинга в России, она только-только развивается, и проектов, как правило, хватает всем. И нам, и планете, потому что авторов много, идей разные. У нас очень разные подходы к работе с планетой, они работают чуть по-другому, мы иначе. В принципе, это такой основной различный подход. И я сам не побоялся прийти на площадку Boomstarter, и со временем мое отношение к конкуренту начало меняться в более положительную сторону. И я хочу сказать, что самое главное, это не нужно бояться. Не нужно бояться, нужно всегда общаться, нужно всегда... Я всегда, например, я никогда не готовлю выступления, будь то стендап или вот даже сегодня, я всегда очень заискреннее общение с залом, с аудиторией и так далее. Я считаю, что так нужно заниматься творчеством, и так же занимаемся этим и мы в компании. У нас очень развитое, опять же, я не знаю, кто планете, очень развитое отношение дружески именно в коллективе. У нас очень дружный коллектив, и если посмотреть, как происходит наша работа изнутри, то у нас есть ребята, мы все очень хорошие друзья. И каждый, он развит в какой-то своей теме определенной, причем развит в большей или меньшей степени. Допустим, я охотнее всего занимаюсь благотворительными проектами, ну, не благотворительными, скорее, я долгое время занимался защитой животных, и в основном мне интересны такие проекты. Мы сами берем все проекты, которые интересны лично нам. Чтобы это был искренне поддельный интерес, мне не приходится обманывать авторов, да, что я восхищаюсь вашим проектом, потому что я действительно искренне восхищаюсь их проектами, с которыми я работаю. Кто-то просто, я знаю, из автора взорвался, что как-то вот общался с кем-то из, ну, я не знаю, наших менеджеров или менеджеров планеты, что ему сказали, что восхищается проектом, а на самом деле человек не имел представления вообще о проекте и так далее. Ну, у нас такого не происходит, потому что, опять же, и это очень хорошо помогает и в работе, потому что я, допустим, знаю, что мои коллеги, кому-то интересна робототехника, например, и если мне попадает, мне пишет автор там, грант, вот у меня есть проект там на тему роботов, я сам плохо в этом разбираюсь, но я как раз пришел в соседний кабинет, сказал там, Жора, ты хорошо разбираешься на роботу, вот тебе проект. И даже в нерабочее время мы говорим в основном о работе, потому что это действительно интересная творческая среда, мы делимся друг с другом какими-то проектами, делимся друг с другом, какие у нас у кого авторы интересные, и это тоже очень все помогает. Это, я считаю, очень большим плюсом именно вот нашей, ну, я говорю, опять же, я не знаю, как планеты ребята работают, наверняка так же. Для меня для самого эта тема стала очень живой, потому что здесь соприкасаются две самые мои такие любимые культуры, это творческая среда и среда вот некая рекламная, среда пиара, это вот самое лучшее соприкосновение. Самое главное, конечно, не нужно бояться, не нужно бояться, нужно пробовать. В любом случае проблема всегда, как бы, страха в том, что человек боится что-то потерять, просто боится потерять свои средства в основном, еще что-то и так далее. Здесь самое большое преимущество краудфандинга в том, что, в принципе, запустив проект в нас, вы ничего не потеряете. Если проект станет успешным, вы только выиграете. Самое главное, не нужно бояться, потому что на своем примере хочу сказать, что один раз я не побоялся прийти в компанию и, собственно, вот теперь нашел для себя в какой-то степени смысл своей жизни. Единственное, что, правда, у нас много смешных историй в семье, потому что у меня мама достаточно взрослая, 50-летняя женщина, причем с очень таким советским, скажем, складом ума, она воспитана, ну, я из кавказских семьи, воспитана в сильных кавказских традициях, она приехала из Баку в свое время, и она совершенно не понимает, что такое краудфандинг. И я постоянно пытаюсь ей объяснить, я очень много времени потратил, чтобы объяснить ей, что такое краудфандинг, в итоге теперь она своим подругам говорит, что, ну, мой сын занимается тем, что выбивает деньги для творческих людей. То есть мне страшно возвращаться в мой родной город, знаете, там думают, что криминальный авторитет переехал в кавказец в Москву и занимает тем, что выбивает из кого-то деньги, знаете, для каких-то проектов, да, своих. Ну вот, но эта ситуация меняется в том числе, и хочу сказать быстренько, в принципе, вот все, маленький пример такой, когда у меня есть одна знакомая группа музыкантов, и они в свое время писали, ну, кто-нибудь, если кто-то увлекается рэпом и хип-хопом, есть такой рэпер Гуф, да, Алексей Далматов, и они в свое время написали ему, чтобы он поддержал их проект. Они не надеялись практически ни на что. Он сказал, о, прикольно, я поддержу, у вас название прикольное. Вот пример того, что люди просто один раз не испугались, написали человеку, точно так же есть совершенно живой пример, у нас один завтра сейчас готовят проект, документальный фильм, не документальный, а художественный фильм «Малыш», фантастический фильм, и там актер, художествен, художественный, да, и там такая смесь фантастики, что-то близкое к Тарковскому, вот к Сталкеру, вот к этой истории, только с ребенком, там интересный проект очень у них. Есть такой актер Алексей Серебряков, он играл Левиафан, «Обитаемый остров», он согласился сниматься у них совершенно бесплатно. Ребята совершенно не имели никакой связи с Алексеем Серебряковым, они его нашли где-то в электронную почту, написали ему, ему это понравилось, его это вдохновило, и человек решил им помочь. Самое главное, это никогда не бойтесь, всегда общайтесь, всегда, я считаю, что нужно быть открытым к общению, как открыты мы в компании, и, возможно, однажды так же для вас, вот, правопадник станет смыслом вашей жизни, как вам в свое время стало для меня. В общем-то все. Он уже там.